Сегодня 31 мая, среда. Смотрите выпуски телеканала ОСА. До двух лет лишения свободы грозит матери, чей малыш умер, обварившись кипятком. Расскажем, кто еще наказан за безразличие к проблемам в многодетной семье. Первый и единственный в Сибири энергокласс объявляет до набора учеников. Как бесплатно получить нужные знания и какие есть привилегии при поступлении в ВУЗ. Смотрите интервью во второй части выпуска. Экскурсия по будущему благоустройству на Кравченко. Провода уберут, пешеходную зону расширят. А что с парковками? Смотрите прямо сейчас. Глазки защитить хотите? В Мартен за очками приходите. В магазине Мартен большой выбор. Очки для водителей, любителей и на каждый день. Торопитесь. Первый микрорайон ТК Лазурит. Меньше парковок, больше прогулочных мест. Это про благоустройство улицы Кравченко от ее начала до Зверева. Наша съемочная группа встретилась с генподрядчиком по благоустройству и узнала, все ли в срок, какие есть сложности. А еще пообщались с сачинцами и узнали, что они думают про благоустройство. Такое оживленное место, но и тоже время транзитное. Поэтому здесь принято решение проектом сделать мини-скверик с дополнительными пешеходными дорожками, которые будут выполнены из брусчатки. Представитель генподрядчика по благоустройству улицы Кравченко с уверенностью рассказывает, как будет выглядеть небольшой сквер в районе трамвайного кольца. Дорожки, лавочки, урны, освещение, озеленение. Все это в скором времени начнет появляться. На словах и на картинке выглядит красиво. Посмотрим, как будет на деле. Ачинцы уверены, если все сделать качественно, получится отличное городское пространство. А чего ожидаете вообще? Ну, чтобы удобные были дорожки. Главное, чтобы удобные дорожки были? Ну, красиво, чтобы было. Вы считаете, нужно благоустраивать? Да, конечно. Благоустраивать нужно, но делать это качественно. Напомню, подрядчиком на благоустройство улицы стала строительная компания «Грантек». Это красноярская фирма, которая уже не раз выполняла контракты по благоустройствам не только в краевом центре, но и по региону. В этом году, помимо Ачинска, компания работает в Сосновоборске, Казачинском и Нижнеингашском районах. Так что опыт есть, говорит представитель фирмы Роман Зузенков. По его мнению, выполнить работы в срок не помешают ни погода, ни какие-то другие обстоятельства. Строители подготовились к этому объекту заранее. Да и сам объект не самый сложный в работе. Материалы все куплены, вы можете видеть, что они уже частично завезены на площадку строительную. Здесь уже все сформировано. Мы идем по существующим благоустройствам, мы его, грубо говоря, реконструкцию проводим. Поэтому сложностей особых нет. Все просто, линейный объект, никаких препятствий у нас нет. Все договорено, проект понятен. По словам Зузенкова, работы идут в срок. Как раз сегодня последний день демонтажных. Работа уже завтра, начнется установка бордюрного камня. Потом прокладка сети освещения и все строительные работы. Мест для прогулок и отдыха на Кравченко станет больше. Кроме трамвайного кольца, будет локация и в самом начале улицы, в районе дома 1. Появятся велосипедные дорожки. Из-за этого станет чуть меньше мест для парковки автомобилей, например, около пенсионного фонда. Места остаются, но меняется тип парковки. Если он сегодня у нас елочкой, как в народе говорят, то будет параллельная парковка. То есть за ужин. Соответственно, количество остановочных мест будет меньше. Но, тем не менее, она остается. По-другому здесь решение невозможно сделать, потому что должен быть тротуар, параллельно с ним велосипедная дорожка. То же касается и торгового ряда возле магазина «Солнышко». Там тоже сократится количество парковочных мест. Зато появится обустроенная по всем правилам зона высадки пассажиров из общественного транспорта. Отметим, благоустройство улицы выполняется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Отсюда и повышенное внимание к работам. Еженедельно глава города Игорь Сетенков проводит выездные штабы по благоустройству улицы. Что за неделю сделано, какой объем работы, и потом уже поговорить. Получается, у нас, согласно графику производства работы, демонтажные работы мы должны заказать. График производства работы где? Я помню, подрядчика просил, что кое-где грунтом надо будет отработать, да? Да. Я прошу. Все в силе остается. По мнению Зузенкова, такие штабы нисколько не мешают работе. А даже наоборот. Много вопросов возникает в ходе производства работы. И поэтому на этих штабах мы эти вопросы обсуждаем. Вопросы решаются, поэтому я считаю, что они меня не отвлекают от работы. Работа продолжается независимо от штабов. Поэтому я считаю, что это должно быть. Добавлю, срок сдачи благоустройства – середина августа. Стоимость работ – 48 миллионов. А гарантия – 5 лет. Николай Черемных, Константин Алексеев, Телеканал ОСА. На улице Кравченко ограничат движение из-за прокладки сетей. Разрешение на эти работы получил собственник школьного недостроя в 9 микрорайоне. Какие планы насчет самого здания владелец не раскрывает, но решил подвести коммуникации, пока на Кравченко идет благоустройство. Не придется потом ломать новый асфальт. Чтобы не перекрывать доступ в магазины «Ярче» и «Буренка» и проезд техники к мусорным контейнерам, работы будут проходить по этапам. А крайнюю правую полосу в районе бывшего пенсионного фонда ориентировочно перекроют для движения с 11 по 20 июня. Сроки могут сдвинуться, но все работы необходимо завершить до 30 июля. В Ачинске начался дополнительный набор 11-ти классников в «Энергокласс». Это проект компании «Россети Сибирь Красноярск Энерго». Он ориентирован на подготовку будущих специалистов-энергетиков со школьной скамьи. По сути, старшеклассники получают индивидуальное обучение, углубленные знания по профпредметам и плюс к этому привилегии при поступлении в ВУЗ. Вы так рассказываете, у вас платное обучение? Нет, конечно. Мы делаем это все бесплатно. Для учеников это абсолютно бесплатно. Наша задача именно объяснить, дать возможность, заинтересованность ребенку, что у него все получится. У кого-то быстрее, у кого-то позже, но обязательно получится. Как построена система обучения и куда обращаться для поступления в «Энергокласс» в интервью телеканала ОСА рассказала Юлия Кузнецова, начальник управления персоналом филиала компании «Россети Сибирь Красноярск Энерго». Полную версию смотрите во второй части выпуска. Наконец-то к нам в город пришло настоящее тепло. А значит, милым дамам самое время подумать об обновлении летнего гардероба. Сейчас расскажу, где ачинские модницы смогут подобрать отличное платье, в котором будет комфортно в жару. Знойным летом очень важно, чтобы одежда была легкой, комфортной и дышащей. Особенно это касается женских нарядов. При этом модницам очень хочется выглядеть стильно. Обновить летний гардероб вам помогут на ярмарке. Дамы, которые ценят комфорт и легкость, со знанием дела выбирают платье из натуральных тканей от отечественных производителей. Отличным примером качества являются изделия трикотажного предприятия из города Кинишма. Это лучший аналог зарубежных текстильных фабрик. Все ткани натуральные, красители натуральные, без свинцовых добавок. Это наши новинки, и мы думаем, что все понравится. Натуральные и качественные ткани не сковывают движения и позволяют коже дышать. Такие принты, как клетка, полоска или горох, будут актуальны в любое время года. А если вы не сможете подобрать то, что нужно, опытный консультант с легкостью поможет подобрать именно ту вещь, которая будет идеально сидеть на вашей фигуре. Запоминайте, куда отправиться за покупками. Ярмарка «Россия. Знак качества» приглашает прекрасных хаченок за летними платьями от Кинишемского швейного предприятия. Кроме того, на ярмарке вы найдете продукцию из разных уголков страны и Белоруссии. Костромское серебро, белорусское постельное белье, конфеты, лучшие сорта меда, шкатулки, расписанные вручную, доски, воронежские колокола. Натуральную продукцию фабрики «Сибирские кедры» только до 7 июня. Ярмарка «Россия. Знак качества». Площадь перед ТК «Алфавит» ежедневно с 10 до 20 часов. Компания «Синт» представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. В крупнейшую зерноперерабатывающую компанию Красноярского края ООО «Причулымье» требуется менеджер по продажам. Белая и высокая зарплата, официальное трудоустройство в первый рабочий день и компенсация затрат. Карьерный рост. Вы нам подходите, если умеете успешный опыт в продажах B2B. Разбираетесь в бизнес-процессах и получаете удовольствие от продаж и общения с клиентами. Крутая работа в крутой компании. Трамвай желаний для большой и маленькой компании. Детский праздник, корпоратив, романтический вечер или семейное торжество вы можете заказать в трамвае желаний. А еще его можно арендовать для экскурсий. Устройте себе, коллегам и друзьям необычный праздник. Подробности и бронирование по телефону 7-21-50. Требуется механик-электрик, разнорабочий. Телефон 8-908-205-0503. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. За смерть 4-летнего малыша, который обварился кипятком, перед судом предстанет его мать. Новости ОСА в начале марта рассказывали о трагедии в многодетной семье. В арендованной квартире мальчика прокинул на себя чайник. К медикам его мать не обратилась, хотя сын обварился с ног до головы. Ожоги второй степени 29-летняя женщина лечила пантенолом и ибупрофеном. Через пять дней ребенок умер. Тогда она завернула тело в одеяло и отнесла к матери. Оттуда уже вызвала скорую. Следователи выяснили, что семья раньше на учете не состояла. При проверке в квартире была антисанитария, ни еды, ни продуктов не было. Хотя в семье четверо детей от года до 11 лет. Все с признаками простуды, а старшая дочь регулярно прогуливала школу. Как сообщает прокуратура, в больнице и школе знали о неблагополучии в семье, но мер не принимали. За это виновные сотрудники получили дисциплинарные взыскания. Сейчас один ребенок находится в спецучреждении, двое с отцом, который в момент трагедии был на вахте. Мировой суд рассматривает вопрос о лишении матери родительских прав. А в городской суд направлено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Матери грозит до двух лет лишения свободы. Оченец Сергей Хугаев погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 25 лет. О его смерти сообщил его друг Дмитрий. С Сергеем они дружили со школы. Вначале учились в Тарутинской, затем в кадетском корпусе. Подростком он был веселым и спортивным. Играл в футбольной команде и даже побеждал. Парень рос без отца. Воспитывали его мать и бабушка. После девяти классов Сергей Хугаев поступил в индустриально-педагогический колледж. А в 18 лет сел в тюрьму за убийство. По словам друга, все произошло по глупости. До конца срока Сергею оставалось еще пять лет. И в ноябре прошлого года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Первое время был в разведке, а потом стал штурмовиком. Постоянно созванивался с другом. С 8 марта поздравил и мать. Последний раз звонил из госпиталя, куда попал с легким пулевым ранением из-под Артемовска. Больше от него известий не было. Сегодня родным сообщили, что 27 марта он погиб. Дата похорон Тарутинца Сергея Хугаева пока не назначена. В июле в Ачинске планируется открыть медвотрезвитель. Об этом сообщают в Минздраве и Заксобрании. Всего в крае будет четыре вытрезвителя. Два в Красноярске и еще Норильске. По проекту регионального правительства за создание и работу специальных приемников будут отвечать местные власти Ачинска и Северного города. В краевой столице некоммерческие организации. Лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения смогут находиться в них не больше суток. Пребывание обойдется в 2600 рублей за день. В Ачинский приемник будет рассчитан на 10 коек. Ранее новости ОСА рассказывали, что для медвотрезвителя рассматривались разные варианты наркодиспансер и помещение в бывшем общежитии. Но окончательного решения еще нет. Мы продолжаем нашу рубрику «Полезно знать». В ней мы рассказываем телезрителям о различных предложениях от предпринимателей города. Наше здоровье, а также здоровье наших родных и близких – это, пожалуй, главная ценность жизни. Поэтому и относиться к этому вопросу стоит с особым вниманием. А поможет вам в этом сеть медицинских центров ТРВ. Жителям Ачинской района полезно знать, что медицинский центр ТРВ расширил перечень услуг. Теперь ачинцы могут пройти УЗИ обследования, рентген и маммографию. Быстро, качественно и комфортно. УЗИ органов малого таза и брюшной полости, цифровой рентген с минимальной дозой облучения, цифровой маммограф. Высокое качество снимков. А главное – процедура комфортна и безболезненна. Все снимки расшифровывают специалисты из Красноярска. Процедуры вы можете пройти быстро и без очередей. Индивидуальный подход, вежливый персонал и доступные цены. Рентген снимки и снимки маммографии вы получаете на цифровом носителе компакт-диске. Сеть медицинских центров ТРВ. Город Ачинск, микрорайон 7, строение 1Б. Запись по телефону 3-03-33. Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью на телеканале ОСА. Меня зовут Наталья Сусанина. У школьников начались каникулы, а для родителей и самих подростков это время решать, как и где дальше учиться. В первом и единственном в Сибири энергоклассе закончился первый учебный год. Это новый проект компании Россети Сибирь-Красноярск Энерго. Какие итоги и перспективы? Об этом мы сегодня беседуем с Юлией Кузнецовой, начальником управления персоналом филиала компании Россети Сибирь-Красноярск Энерго. Здравствуйте! Добрый день! Осенью прошлого года, Юлия, вы набрали первый класс на базе филиала Аграрного университета он занимался. Вообще это круто на самом деле для Ачинска, что первый-единственный и в Ачинске открылся. Ну вот старт на образовательной эстафете вы взяли хороший. Скажите, с какими итогами первый учебный год у вас закончился? Первый учебный год, я считаю, что мы познавательно интересно. Дети, по крайней мере, провели это время, то есть они справились с задачей. Мы помогли школьникам подготовиться к их будущему, к сдаче ЕГЭ в следующем году. По трем дисциплинам, это физика, математика, информатика. Также мы ввели их в курс электроэнергетики, погрузили в профессию, познакомили с профессией новой. То есть помимо теоретических занятий, они также занимались лабораторными работами. В лаборатории они собирали электродвигатели, изучали сами строение кабельных воздушных сетей, еще делали много чего интересного. К сожалению, до конца этого года первого учебного у нас дошли не все. Я считаю, что это хорошо, когда дети своевременно принимают решение о выборе профессии, осознанно они подходят к этому, и нам тоже это в плюс. Потому что нам случайно люди в энергетике нужны, и дети также, чем раньше они определятся, тем для них гораздо лучше. Поэтому 10 класс мы в этом году закончили, дети перешли в 11 класс. У нас начинается второй учебный год энергокласса, и мы будем производить донабор. И как раз как бы хотели об этом во всеуслышание сказать на западную зону, территорию, вернее, Красноярского края, о том, что у нас будет небольшой донабор. Около 4 учеников мы наберем в этом году. Поэтому вся нужная информация в нашей группе ВК размещена. Все желающие добро пожаловать. Но, конечно, мы будем обязательно обращать внимание на подготовку детей, на их тягу и возможности к точным наукам, потому что инженерная специальность, она, как правило, все-таки полагает определенный склад ума и направленность именно на точной науке. На самом деле, вы как, ну, давайте я вас назову куратор проекта вот в этой истории. Вы довольны результатом? Я очень довольна результатом, потому что этот проект у нас был первый. Мы начинали его, не имея никакой опыт, ни в отборе учеников, ни в подборе преподавателей. Построить именно такой короткий, но познавательный и нужный курс и вместить туда максимально. Это же тоже надо было у кого-то поучиться и посмотреть, то есть как грамотно погрузить детей в нашу профессию, то есть что им будет интересно именно на этом этапе обучения. То есть мы максимально нашу программу постарались насытить. У нас и были экскурсии на действующие энергообъекты. То есть дети очень были впечатлены, когда в город Красноярск приехали в Руссети, Сибири, где находится центр управления сетями всего Красноярского края. Он за Уралом самый новый, самый современный, он к универсиаде был построен. Ну, то есть это, во-первых, энергообъект достаточно масштабный, он, конечно, впечатляет. И люди, которые там работают, они уникальны, дети с ними познакомились, они рассказали, чем они занимаются. Ну, то есть у тех, кто хочет стать энергетиком, они уже примерно понимают, где они даже хотят находиться через 5-6 лет своей жизни и учебы. Поэтому получилось. И преподаватели, честно говоря, сказать, мы тоже очень довольны нашими преподавателями. Даже вашими, я бы сказала, это Ачинские преподаватели по всем трем наукам, дисциплинам. Они молодые, они новаторы, они умеют инновационно работать, они умеют преподнести свой предмет, заинтересовать детей. То есть они также с нами дошли до финала, и дальше мы будем продолжать с ними в следующем году сотрудничать. Как построен, собственно, ваш процесс обучения? Это дистанционно, это очный формат, это приезжие преподаватели, это отдельный класс. Ну, я знаю, что у вас на базе аграрного три класса, в которых и лаборатории расположены, и вот еще и выездные экскурсии. Давайте, чтобы было понятно, как это все проходит. Да, и время обучения в том числе. Формат мы выбрали очно-дистанционный, то есть мы можем заниматься и дистанционно, когда это удобно детям, и очно мы можем именно на базе Ачинского филиала государственного аграрного университета. У нас есть на самом деле классы, где мы можем детей собрать. Почему мы изначально рассматривали дистанционный формат обучения? Обязательно, потому что мы хотели, чтобы в этом классе участвовали не только городские дети, чтобы у любого школьника была такая возможность. То есть сейчас технологии нам это позволяют, почему бы и нет. Поэтому он отлично работает в дистанционном формате, и преподаватели как бы могут проводить свои предметы именно в таком режиме. То есть мы занимались, сначала у нас прошел блок математики, это еженедельно по два часа, вот именно либо дистанционный, либо очный формат. Дети и преподаватели по-разному выбирали, и мы под них подстраивались. И время обучения мы тоже согласовывали с детьми, чтобы они максимально могли принять участие в энергоклассе, чтобы их другие занятия школьные, в том числе обязательно, им не препятствовали. То есть график мы согласовываем обязательно. То есть два месяца мы занимаемся одним предметом, два месяца мы переходим на физику, потом у нас была информатика и основы электроэнергетики. То есть на окончании учебного года мы оставили. Вот в таком формате. То есть метод погружения, да, в одно, чтобы не распаляться, а вот в одно погрузили, во второе, в третье. Да, без отвлечения идем и работаем от начала до завершения этого курса. Так, а преподаватели кто? Я услышала Ачинский. Только Ачинский или... Все преподаватели у нас из города Ачинска, да, по всем дисциплинам. Ну, чаще как раз из такого, я так понимаю, наверное, продвинутого лицея вашего города могу озвучить, что это лицей номер один, да, как бы он славится у вас такой именно современной базой. Туда дети, я так понимаю, стремятся попасть после девятого класса даже обучения на последние два года. Поэтому вот мы нашли там преподавательскую базу. Скажите, а вы больше ориентированы на мальчиков или девочек? Ну, все равно какие-то предпочтения есть? Нет, скажу, что по гендерным признакам мы детей сейчас не делим, потому что в энергетике очень много профессий и специальностей, которые девушки точно так же могут прекрасно выполнять эти обязанности. И у нас в Красноярске Энерго и не только есть примеры, когда даже начальником района электрических сетей работает женщина. Поэтому ничего не мешает ни на каком рабочем месте, ни на месте электромонтера по обслуживанию подстанции, ни на месте диспетчера. Там может быть и мужчина, и женщина. Чему у вас учат больше? Теории или практики? Практика ориентированного образования, это прямо приветствуется, конечно. Но в обучении мы понимаем, что сначала надо дать теоретическую базу и только потом это применять на практике. Поэтому в первый год обучения у нас, конечно, теории было больше. Но мы надеемся, что дети, которые осознанно выбрали энергокласс, они поступят на профиль электроэнергетики. И уже будучи студентами, они к нам будут приходить на практику. И тогда мы им уже поручим и позволим руками потрогать, пощупать эту профессию и делать уже самостоятельно на практике какие-то простые, но все-таки манипуляции, которые у нас делают наши рабочие ежедневно. Так, вот вы заговорили о поступлении, о дальнейшем обучении. А скажите, какие-то возможности обучения в энергоклассе открывают для ваших выпускников? Да. Успешно закончив энергокласс, в следующем году дети получают сертификат, который им дает возможность поступить на бюджетной основе. В Красноярский аграрный университет могут поступить, в Сибирский федеральный университет, политехнический институт, в Томский политехнический институт. Дети могут поступить на целевой основе, по целевому договору, через нашу компанию. И после завершения обучения они могут к нам вернуться. Гарантированно мы их трудоустроим. Вы говорите «успешное окончание». А что это означает? То есть по итогу у вас будут экзамены, контрольные, или в течение года как-то оценки выставляются? Как оценивается успешность ваших учеников? Успешность наших учеников оценивается именно по посещаемости. Мы хотим, чтобы дети были полностью вовлечены в данный процесс. Оценки по завершению курса не ставятся, потому что преподаватели у нас работают, в том числе и индивидуальный подход к детям имеют. То есть у детей тоже может быть подготовка и возможности разные. Поэтому в этом году у нас дети, которые, как сказать, сильнее были некоторых ребят, им давались просто сложнее задания. Выполняли задания все на уровне. Оно выполняется всегда. Преподаватели просто не отпустят ученика. Если задание будет невыполнено, он обязательно с ним доработает. Важно, чтобы ребенок понял, чтобы у него получилось. Не поставить, как сказать, неудовлетворительную оценку, выгнать из класса и сказать, да, идите читайте предмет. Нет, наша задача другая. Наша задача именно объяснить, дать возможность, заинтересованность у ребенка, что у него все получится. У кого-то быстрее, у кого-то позже, но обязательно получится. Поэтому оценок мы не выставляем. Мы именно по посещаемости и по заинтересованности. Мы проводим в окончании года с ребенком беседу, насколько у него все получилось, получаем обратную связь и его планы на будущее. Если он уверился в своем намерении стать энергетиком, стать инженером, мы идем дальше, и сертификат он получит в следующем году обязательно. Вы так рассказываете, у вас платное обучение? Нет, конечно. Мы делаем это все на бесплатное. Для учеников это абсолютно бесплатно. Удивительно. То есть человек получает дополнительное образование, с ним индивидуально, по сути, репетируют профильные предметы, и это все бесплатно. Значит, должен быть жесткий отбор в ваш класс. Вы сказали, в прошлом году набирали только десятиклассников, и сейчас, собственно говоря, вы переходите в одиннадцатый класс. Планируется ли набрать еще новый десятый класс, или можно поступить в одиннадцатый? И как это сделать? Кому? Десятый класс. Очередной мы будем набирать в следующем году, когда закончат. У нас первый энергокласс закончит свое действие. И, возможно, мы даже рассмотрим не только регион, именно западной зоны Красноярского края, потому что у нас производственное отделение есть на территории практически всего края. Возможно, мы зайдем на юг, это город Минусинск, и Каннск, восточная зона. И в западной части обязательно оставим, сохраним энергокласс, и наберем в следующем году новый энергокласс. Отбор у нас на самом деле происходит, то есть мы смотрим оценки детей школьные по этим основным трем предметам, чтобы нам нужно понять, технари это будущее, есть у них способности к данному предмету, если есть способности, то можно и желание привить. Ну, если нет способностей. Математика, физика и информатика. Да. В этом году у нас будет до набор в 11 класс уже действующий энергокласс. Поэтому будем набирать, и надеемся, что информация у нас сейчас появится через вашу телекомпанию, и к нам обратятся дети. Так, то есть у вас по-прежнему остается один класс, в котором 25 учеников, и планируете вы в этом году набрать, я услышала, 4 еще человека. Да, дополнительно. Так, а вот, собственно говоря, завершился учебный год, сейчас уже можно начинать к вам обращаться, или все-таки ждать сентября? Нет, конечно. Учебный год когда у вас начнет? Конечно. Учебный год у нас начинается с сентября, поэтому до августа месяца мы принимаем заявки. В августе мы уже сформируем уже полный, полноценный класс, и с сентября месяца начнем работать. То есть до конца июля мы ждем. Я надеюсь, что выпускной у вас тоже будет в вашем энергоклассе, чтобы дети запомнили еще и этот выпуск. Планируется? Мы пока не планировали, но вот вы сейчас сказали, я задумалась. Да, хорошая идея, спасибо. Мы подумаем. Скорее всего, да, надо будет завершить, чтобы это было значимое событие и для нас, и для детей в том числе. Хорошее должно начинаться, хорошо и заканчиваться. Так же хорошо. Я напомню, что мы общались с Юлией Кузнецовой, начальником управления персоналом филиала компании Россети Сибирь-Красноярск-Энерго, и разговаривали о поступлении в энергокласс Ачинск. Я так его назову, правильно? Все верно. Спасибо вам успехов и вашим выпускникам тоже. Спасибо. Спонсор прогноза погоды – магазин «Надомаркет». Лето, это «Надомаркет». Тут море товаров. Все, что надо для дома и отдыха. Выгодно и в одном месте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!